Добрый вечер всем! Сегодня у нас 8 июня 2022 года и мы опять вот сбегали по магазинам первый раз за месяц, за этот новый месяц. Ну и хотела показать, что мы сегодня купили. Ходили в магазин Aldi, как я уже говорила, этот магазин более-менее как бы у нас считается не очень дорогим. Видите, вот Aldi и заплатили мы за все про все сегодня, хотя покупок не очень много. Вот смотрите, 132 евро, вот тоталь ТВА, 132 евро мы заплатили. Ну немножко расскажу о ценах, цены конечно повысились, все повысилось, все возросло. Вот смотрите, купила я так к вечеру, думаю, так захотелось что-нибудь сладенького и купила вот два тирамсу, такие вот знаете, два тирамсу. Думаю, для Жанлюка и меня хотя бы, ну не часто я сладко ем, но что-то захотелось этот тирамсу. Думаю, рубль 37, евро 37 и заплатили. Купили яйца, яйца так подорожали, 10 яиц стоит евро 70, где они эти 10 яиц. Видите, вот евро 70, копили 10 яиц. Не знаю, дорого это или недорого. Ну, конечно, подорожали, они раньше почти евро стоили, теперь евро 70 стали стоить. Ну, евро с небольшим раньше стоили. Дальше купили, ну тут алкогольные напитки, конечно, купили, вина всякие. Так вот покажу, просто уж цены не буду у вин вот этих. Крепкое вино, крепкое стоит 15,80. Вот там бутылочка вина, ой, тут я еще свое показываю. Бутылочка вина, 3,99. Он ром купил, ром стоит 8,45. Ну и вот это пиво он купил, тут 75 сантилитров написано, 2,25 он заплатил. Вот это пиво и вот эту бутылочку вина мы унесем друзьям, потому что я говорила, что в понедельник мы идем к нашим друзьям. Поэтому нужно, ну как говорится, принести что-нибудь алкогольное для них. Это для хозяйки, она очень любит пиво, а для мужчины вот эту бутылочку вина. Ну я еще цветы куплю, я не купила пока. Вот покажу так. Молоко 6 пакетиков, 5,34 мы заплатили. О, вода, о, говорю, вода. За воду заплатили мы 2,40. Вот за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 12. Ну это у нас по 2 литра бутылки, 240 мы за них заплатили. Дальше я купила вот такой вот салат, айсберг, 99 стоит, не подорожал. Фруктовый йогурт я купила за евро 59. Вот он, видите, вот тут внизу стоит фруктовый йогурт, евро 59. Сколько там килограмм, наверное, да, его? Я почему-то думаю так. Дальше вот этот вот белый, вот мусс, как это сказать, сметанный мусс, наверное, так, евро 18, не подорожал. Дальше пюре, пюре купила я евро 49, вот такой, я его покупаю время от времени. Оно, видите, с буковкой А, оно полезное, ну, как бы нормальное считается, из настоящего картофеля. Купила мне его надолго-долго и хватает. Я думаю, вот так вот. Дальше что я купила? Вот такой жамбон, сейчас я вам покажу. Вот такой жамбон купила, видите, боже, все полетело у меня. Видите, такой жамбон, за 4 евро я купила его. Для жамбона это для того, чтобы на сковородку. Ну, тут 4 кусочка, я так подумала, может быть, вот, по 2 кусочка нам с Жанлюком хватит. 4 евро, ну, по 2 евро, по евро за жамбон получается. Сколько там грамм? 400 грамм этого жамбона. Ну, не всегда, но иногда так вот можно и приготовить. Ну, опять, это лордон, маленькое мясо. Я купила евро 59. Чуть-чуть он и подорожал, а где-то мясо я уже его не вижу. Вот оно. Вот, знаете, покупаю я его для чечевицы. Вот такое мясо. Евро 59, да, я сказала. Ну, вот так оно и стоит. Не знаю. Дорого это было. Не дорого, но чуточку подорожало. Так, сосиски 2,55. Вот такие 4 сосиски нам на 2 раза хватит. 2,55 они стоят. Вот они, кстати, как раз и нарисованы с чечевицей, видите. Мы так их и варим. Так вот, 2 раза можно сделать. То есть, стоимость, как я сказала, 2,55. Это не очень дорого, 400 грамм. Так, томаты купила. Томаты были по евро 69. Вот, видите, я уже последние забрала. Купила здесь на 3,89. То есть, получается 2 килограмма, 304 грамм. Не очень это и дорого. Это вот была скидка на них, поэтому я его и купила. Сыр купила, вот такой для оператива, потому что у нас гости будут тоже тут, соседи и прочие. Думаю, вот такие вот. Видите, вот так вот сделаю и подам его. Купила. Сколько здесь грамм, что-то даже им? А, 150 грамм. Вот, ну что делать? Приходится вот такое покупать тоже. Дальше что? Купила. Я еще шампиньоны купила. Килограмм. Евро 88 заплатила. Они холодные, замороженные. Я их уже убрала целый килограмм. Убрала в свой, как это, конжелятор, в морозильную камеру. Дальше что? Пятиду. Ну, купила я еще, где же он у меня, горошек. Горошек я купила на 2 евро 15. А где, куда он у меня делся, этот горошек. Вот он у меня. Видите, вот такие маленькие баночки я купила. Салат готовить буду. Иногда я готовлю салат, и в салат добавляю маленький горошек. Мне удобно. Такими небольшими порциями. Пятипуа. Вот. Это горошек. Дальше что я купила? Так. Пятидесят раз, только пятиду. Ага, вот, еще купила две. Мы купили две, они были уже со скидками. Смотрите, две вот таких вот я взяла на 10 евро. Сейчас это не то. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Кило с лишним. Это заяц, да, кролик. Вот, видите, сколько. Вот две таких упаковки я купила. Получается, два килограмма, да. Я купила, они были сегодня скидки на них. Я купила за 10 евро. На 10 евро. Два таких вот. И два вот таких купила. Плата Пуле. Смотрите. Тоже Мексикан. Это вот жарить на гриле. Гриле готовить. Сколько тут? А, один килограмм. А вот за них я заплатила что-то. Я сейчас посмотрю, сколько. Сейчас я вам и скажу. А Плато Мексикан. 12 евро. 38 я заплатила. Получается, что за зайца-то я еще меньше и заплатила. За зайца заплатила 10 тысяч. 10 евро. А за вот этот, за килограмм, я заплатила 12.38. Дальше. Сосиски. Здесь сразу был. Ну, это сосиски я купила на евро 34. Я их, знаете, мы их никогда и не едим особо, сосисочки. Вот такие, кнаки. Я их обычно маленькими кусочками, я уже как-то рассказывала, режу. Заворачиваю в тесто слоеное. И для оператива тоже и подаю. Вот так вот. Тоже вроде как простенько, но что делать. Так вот удобно получается. Вот. Дальше что? Сосисон. Дальше. Жамбон. Плато Мексикан. Сосисон. Жамбон я купила. Два жамбона. 3.98 заплатила. Но это, знаете, что я буду из них делать? Жамбоны с этими жамбонами. Вот таких два я купила на 3.98. Вот. Видите, вот такой вот. Я их запекаю, знаете, куда? Я их запекаю с андивом. С... Как андив? Это как по-русски? Это будет корень цикория. Корень цикория я запекаю. Очень даже неплохо и вкусно получается. Ну, и вот такую еще купила. Одну. Вот. А это, думаю, может быть, крок мадам или крок месье сделаю. Вот. Из такого вот. Грамма здесь 180. Но иногда редко я делаю. Но, может быть, и сделаю. Вот. Получается. Сколько мы за них заплатили? За него. Филе. Плотримпуле. Евро 99 я заплатила за него. Вот. Итальян, жамбун, Итальян, жамбун. Вот. Что еще я купила? Сейчас я еще посмотрю. Это уже показала. Еще купила вот такой. Опять рыбу. Бутерброды сделаю. 100 грамм здесь. Но она не очень, как бы, дорого. Стекаши, Мат, Сосис, Сэппи, Камамбер, Пьер, Лешель, Филе, Платримпуле, Труит. 2,79. Тоже, конечно, чуточку стало дороже. Вот. Так вот. Дальше. Купила еще вот такой. Стекаши. Видите? 30%. Тут даже цена написана 3,99 я заплатила. Вот. За два таких вот. Настоящее мяско. Ну и вот таких еще купила. Тоже там было 30%. За 5,29. Ну, натуральное. Можно все, что угодно с ним делать. Можно просто поджарить. А можно, допустим, по половиночке. Вот так. По две. Можно с овощами приготовить. Тоже будет очень даже и вкусненько. Вот так вот. Видите? Вот. Цены я вам уже как бы и сказала, получается. Да? Вот. Потом я купила два вот таких вот тмина. На 90. Два купила. На 90 сантимов я взяла. Вот. Тмин. По евро получилось у меня. По евро. Вот такие баночки. Евро 0,9. Это я спаршу купила. Видите? Несколько спарш. Я их купила. Они по евро 0,9. Четыре спарши купила. Вот. Что дальше? Ну, вот такой вот сыр. Евро 69 он стоил. Здесь 200 грамм. Голубой сыр. Вот голубой. Вот этот вот. Дальше. Вот четыре баночки томата. Вот таких томат. Видите? Томат. Каждая баночка по 55 сантимов была. Да. По 55 сантимов. Ну, 70. Тоже копирать его пришлось купить. Арахис 70. Тоже подорожал. Был подешевле у нас. 250 грамм. Ну, что делать? Это вот люди придут. Надо как бы себя ну чем-то и угощать. Вот такие, значит, для бутербродов я купила. Ой, а где он у меня? Я что-то его и потеряла. Вот. Такой. Как бы паштет или что-то. Рилет написано. Ну, это как паштет. Это тунец из тунца. Я бутербродики тоже вот такие. Ну, небольшие совсем сделаю. Это вот придут тоже в гости. Я буду их угощать. Стоит такой вот тон. Евро 61. Две вот таких вот тут консервы. Ну, и вот таких две еще тоже. Это тоже как для бутербродов. Видите? Ой. Вот. Сколько граммов, не знаю. Это, в общем-то, гурман. Евро 45. Одна такая стоит. Я две купила. Я думаю, что евро 45. Ой, нет. Евро 15. Не евро 45. Евро 15. Здесь, по-моему, у нас сколько граммов? 10-20 грамм. Это я тоже сделаю бутерброды. Вот ко мне придут гости. Я буду два раза уже. Двое гостей должны прийти. В разное время. И я так закупила. Думаю, ну, что делать. Надо все чем-то людей и угощать. Вот. Так, про сперш я сказала. Вот. Про сперш я сказала. И что еще? Пяти. Пуа. Пяти пуа я сказала. Ну, и кетчуп еще купила. Кетчуп. Каждый кетчуп 96 сантим. Я летом его с картошкой фри. Иногда и ем он натуральный абсолютно. Ну, часто, но вот бывает тоже. Как бы мне хочется. Я и ой. Колбасу вот такую. Тут 3 евро. Три чем-то с небольшим я заплатила за вот такую колбасу. Вот. Это тоже здесь сколько граммов? Я не знаю. На 8 килограмм. 8 евро стоит килограмм. Сколько здесь? Не знаю. Ну, примерно я вам говорю цены. Потому что 400 грамм. Я примерно так. Может, в общем, чем-то она стоит. Что-то я даже и не знаю. Сейчас я посмотрю, сколько вообще-то она стоит. Господи, пяти пуа. Я не вижу, где она. Это колбаса с сосисом. Такие пакеты чуть-чуть. Не вижу тьмин, блюн, табак. Не знаю. В общем, где-то евро-3 она и стоила. А, да. 3,29. Вот, чтобы уж не обманывать вас, как говорится. 3,29. Это французская. Французская. Ну, это тоже чисто я сама ее есть не хочу. Но это вот гости придут к оперативу. Начнала что-то подавать. Если получается, еще кооперативу всего и набрали. Ну, вот и все. И вот не так уж и много продуктов. Да, действительно, продуктов не так уж и много. А цена, смотрите, какая уже цена. Вот. Евро-32. Вот так вот. Получается. АПЕ. Евро-32. Ну, ладно. На этом видео мое заканчиваю. Так вот еще покажу, какие продукты мы купили. Сколько тут у меня. Сколько мы продуктов всяких взяли. Много это? Немного? Я, честно говоря, даже не знаю. Ну, вот так. Ну, пока-пока. До следующего видео. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok